всех приветствую на своем канале сегодня в этом видео вы сможете узнать как же можно сделать с помощью пробиотических и традиционных заквасок от бакздрав кисломолочные продукты дома как можно сделать кисломолочные продукты с помощью кухонной техники или же можно ли их сделать и как если у вас нет этой кухонной техники также на своем примере я расскажу о распространенной ошибки которую стоит избегать при приготовлении дома с помощью заквасок от бакздрав кисломолочных продуктов я посуда для приготовления кисломолочного продукта должна быть чистой что-то можете простерилизовать удобным для вас способом например в микроволновке а что-то можно обдать кипятком традиционные закваски от бакздрав для приготовления кисломолочного продукта рассчитаны от 1 до 3 литра молока 1 3 граммовый пакетик а пробиотическая закваска того же бак здрав рассчитана уже всего лишь на 1 литр я использую закваски йогурт иммуна и ацидофилин значит нам нужно было налить емкость 1 3 литра кипяченого молока или постерилизованного с температурой 37 45 это мне нужно будет его подогреть у меня на кухне плюс 21 в лучшем случае но если я готовлю то немножко больше получается я наверно просто поставлю может быть вот сюда но ближе стоит батареи тут нам много теплее должно быть сейчас у нас 9 с лишним вечером сейчас я перелью одну коробочку молока на сегодняшнего дня и молоко у нас питьевое постерилизованная массовая доля жира 2 и 5 нормализованное молоко мне кажется это самый лучший вариант сейчас мы с вами сначала порежем иммуна тут у нас такие как бы надрезики можно любой аккуратненько так вот надо рвать сделаю такую вороночку так кажется все я думаю что она уже все растворилась а там вот у нас чашечка с иммуна поставлю эту вот поближе к батарее да и да сейчас у нас вот 22 19 опять же сейчас вот тут надорву немножко довольно легко это делается и опять же сделаю воронку уже другой классиковой ложкой напомню это закваски от бог здрав это я поставлю в теплое место видно принципе где вода у нас начинается и сейчас мы поставим с вами на подогрев кстати время 22 47 вот именно в этом углу и вообще в этой части у меня будут стоять другая часть кисломолочного продукта будущего скисать подогрев наш пожалуйста досмотрите в итоге этот ролик до конца после конечно обязательно покажу вам что у меня вышло спустя 18 или сколько мне потребуется часов для приготовления кисломолочного продукта в естественных условиях без какой-либо кухонной техники ну и то что у меня получилось в медленной варке через час ровно я выключила пока оставлю чтобы она просто под крышкой стоял спустя час я потом выключила и сейчас уже чуть больше конечно времени но в час сорок восемь я снова проверила температуру час назад проверяла температуру она была около сорока сорок с чем-то ну сорок там целых девять десятых допустим сейчас она уже стала 38 и я включила подогрев вот спустя три часа это вот если вдруг у вас тоже медленная варка допустим вот такая же или похожие пять часов и сорок семь минут наверное у нас прошло я тут подготовила фольгу чтобы прикрыть в 4,46 чуть меньше чем 6 часов спустя я вот ставлю сюда йогурты свои точнее йогурт и ему на десять с лишним часов они у меня в холодильнике простояли я тут доставала их снимала фольгу и убирала уже повыше и проверила еще до камеры сейчас я с вами проверю на камеру это вот то что у меня в медленной варке вчера делалось вообще до пяти утра практически и то что у меня делается естественным путем она думаю больше чем восемнадцать часов на самом деле будет потому что за ночь у меня все так немножко градусов упали вот сейчас 22 я чисто вот глянула но так пока еще на средней такой стадии загустения это мой самый первый опыт работы с заквасками и медленной варкой но и у меня две отдельные ложечки она прорезает ложка такая довольно тяжелая хороший такой йогуртик ну и тут у нас наша иммуна и тут я допустила самую главную самую первую ошибку приготовлений с помощью заквасок от бакс драф кисломолочных продуктов на основе молока я не додержала потому что температура была ниже чем минимальная 24 градуса я подумала что 23 часа при температуре 22 плюс минус 23 где-то так градуса тепла это оптимальный вариант и оно в естественных условиях без помощи какой-либо кухонной техники дошло до кондиции но к сожалению это было неправда не повторяйте пожалуйста моей ошибки и если вам кажется что у вас температура все-таки ниже 24 градусов лучше подержать чуть побольше чем 18 часов чуть побольше чем 23 часа в среднем где-то 26 часов ну или даже возможно полтора дня тогда у вас точно будет кефир или любой другой кисломолочный продукт именно той консистенции которой он должен быть ибо в принципе по виду это видно и еще он как бы сам по себе немножко уже аромат меняется пахнет не молоком пахнет уже таким как бы кисломолочным продуктом как вариант можно поставить недоделанный кисломолочный продукт на батарею как взяла я а вот и правильный способ приготовим арцидофилин вот он как раз будет именно таким обычным путем вот мы сейчас на стадии размешивания разорвала аккуратно пакетик взяла воронку ложкой вот я упаковала ее пленочкой в два слоя 22 39 я проверила на шкаф хоть температура и 22 но кастрюлька теплая в общем я пока ее оставлю еще на пару-тройку часов у нас сейчас 20 где-то минут восьмого вечера вот 20 с половиной часов он у меня был вот в таком теплом месте учитывая что в комнате температура максимум где-то 23 и когда мерила градусником термометром у меня было 22 с половиной чисто вот рядом так что вот за 20 с половиной часов у меня дошло до консистенции сейчас я уберу в холодильник снова покрою сейчас наверное уже может просто фольгой 28 минут первого ну плотное такое густое благодаря закваскам бак здрав можно сделать замечательные кефирчики в домашних условиях всем спасибо за просмотры всем отличных экспериментов с заквасками бак здрав заказывайте эти закваски они действительно хорошие недорогие и очень качественные всем пока